Онлайн-конференции в студии портала bnews.kz Это всегда горячие темы, острые вопросы, открытый формат, прямое вещание в сети интернет, прямая линия в интернете с министрами, экспертами, банкирами, акулами бизнеса, публичными персонами. Задайте свой вопрос и получите ответ на портале bnews.kz Каждую неделю новые герои, новые лица, новые вопросы. Онлайн-конференции на 3wbnews.kz Всегда актуально, авторитетно и доступно каждому. Это bnews.online, меня зовут Даля Насипова. Сегодняшний наш выпуск посвящен тарифообразованию на тепловую энергию. И у нас в гостях главный эксперт управления регулирования в сфере теплоэнергетики Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мируерт Асанова. Здравствуйте, Мируерт. Здравствуйте. Мируерт, нам предстоит отопительный сезон, который вот-вот должен начаться. Расскажите, пожалуйста, о том, сколько останчане будут платить за тепло в этом сезоне. В предстоящий отопительный сезон тарифы для населения города Астана для населения с приборами учета составляют 2298 тенге за 1 гигакалорию. А для населения без приборов учета тариф для населения составляет 2768 тенге за 1 гигакалория. При этом все наши тарифы размещены на официальном сайте Комитета и каждый интересующийся потребитель может с ними ознакомиться. Получается, в этом году, в этом сезоне будет снижение тарифов для жителей города Астана? Да, по сравнению с предыдущим тарифом в городе Астана тариф для населения снижается на 2,6%. С чем связано это понижение, расскажите, пожалуйста. Понижение связано с введением временно компенсирующих тарифов. А временно компенсирующий тариф вводится на основании ежегодного анализа отчетов об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ. В случае неисполнения мероприятий инвестиционных программ, либо неисполнения мероприятий статьи затрат утвержденных тарифных смет в субъектах естественной монополии, уполномоченный орган принимает решение об утверждении временных компенсирующих тарифов для возмещения потребителям убытков, причиненных субъектами естественной монополии. Таким образом, могут происходить и снижения, и нисколько повышения тарифов. Мироверт, расскажите, в каких регионах самые высокие и самые низкие тарифы? На сегодняшний день самые низкие тарифы наблюдаются в городе Астана и в городе Павлодар. Так, тариф для населения с приборами учета в городе Астана составляет 2298 тенге за 1 гигакалорию, а в городе Павлодар тариф для населения с приборами учета составляет 1168 тенге за 1 гигакалорий без НДС. А самые высокие тарифы наблюдаются в городах Шимкент и Алматы. В городе Шимкент тариф для населения с приборами учета 3298 тенге за гигакалорию, А в городе Алматы тариф для населения с приборами учета 5 328 тенгет за гигакалорию без НДС. С чем связана такая разница? С чего вообще складываются тарифы? И почему в одном регионе дороже, а в другом дешевле? Уровень тарифа на теплоснабжение складывается, зависит от затрат, необходимых для производства, транспортировки и снабжения тепловой энергией. Необходимо отменить, что тариф на тепловую энергию зависит и от вида используемого топлива для производства тепловой энергии, который в себестоимости тепла составляет порядка 60%. Так, в северных регионах при производстве тепла основным видом топлива является уголь, а технологический процесс при производстве тепла в южных регионах рассчитан на применение в качестве топлива мазута и природного газа. Таким образом, имеющиеся различия в ценах на отопление по регионам республики связаны с использованием разных видов топлива, значительно различающихся по цене. Кроме того, на уровень тарифа по теплоснабжению влияет и объем оказываемых услуг, протяженность сетей, также количество и стоимость активов, находящихся на балансе предприятия и многие другие факторы. В предстоящем сезоне будет ли повышение тарифа? Если будет, то в каких регионах, в каких городах? В предстоящем отопительном сезоне рост ожидается для населения в Кослартинской области на 1,6%. Это связано с увеличением стоимости топлива, газа. При этом в Магисталской области ожидается рост тарифов для населения с приборами учета на 26,5%. Это связано с пересмотром уровней тарифов в зависимости от наличия либо отсутствия приборов учета тепловой энергии. При этом ожидается рост и в городе Шимкент на 2,7%. Это происходит в рамках утвержденных предельных уровней тарифов субъекта вести с монополией. Сейчас вы сказали по поводу учета, приборов учета. Везде ли стоят на сегодняшний день приборы учета? И действительно ли это выгодно для самих жильцов и потребителей теплоэнергии? Да, допустим, если брать пример по городу Астана, в городе Астана оснащенность общедомовыми приборами учета составляет 99,9%, практически 100%. И если говорить, как рассчитываются потребители при наличии либо отсутствии приборов учета, то при наличии общедомовых приборов учета тепловой энергии население платит ежемесячно за фактически потребленное количество тепловой энергии по показаниям общедомовых приборов учета. А при отсутствии, получается, население платит по плате ежемесячно из расчета на 1 квадратный метр отапливаемой площади, которая рассчитывается из нормы потребления тепловой энергии, утвержденной местным исполнительным органом, и тарифа для соответствующей группы потребителей. Получается, если у жителей есть приборы учета, они будут только платить за фактически потребленное количество тепловой энергии. И там и тарифы ниже, чем без приборника, поэтому это очень выгодно для потребителей. — Есть ли у вас такая информация, которую должны знать потребители и жители разных городов Казахстана о предстоящем отопительном сезоне? — У нас изменение тарифов на теплоснабжение происходит в рамках утвержденных с 2015 года предельных уровней тарифов с учетом совокупного вклада в инфляцию ежегодно одобряемого правительственной республики Казахстан. При этом в рамках этих утвержденных предельных уровней тарифов предусмотрено утверждение инфляционных программ, которые направлены на капитальный ремонт основных средств, на устранение изношенности, снижение износа, чтобы для повышения... Это все делается для повышения качества предоставляемых услуг. Так как на сегодняшний день основные средства теплоэнергетических предприятий характеризуются высоким степенем уровням износа, в этой связи необходимо вложение в инвестиции, как и сам глава государства отметил, что сфера ЖКХ требует огромных вложений. В этой связи мы проводим такие мероприятия в рамках инвестиционных программ, замена оборудования, капитальный ремонт основных средств, переход на новые технологии. Это все делается для повышения качества предоставляемых услуг и снижения степени износа. Спасибо большое, Мируерт, за ту информацию, которую вы нам сегодня рассказали. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была главная эксперт управления регулирования в сфере теплоэнергетики Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Мируерт Асанова. Всего доброго.